Деяние апостолов Евангелие, жизнеописание, жизни и служение Иисуса Христа из Назарета. По большому счету, это не биография. В них нет особенных моментов, которые характерны для биографических повествований. Скорее, это рассказы о жизни и служении Иисуса Христа с разных перспектив. Есть в Новом Завете послания, письма. Есть пророческая книга, апокалиптическая книга. Это последняя книга Нового Завета, последняя книга Библии. И есть одна историческая книга. За многие века существования христианства, начиная с первого историка церкви Евсевия, который жил в IV веке н.э., написано немало книг по истории церкви. В XIX веке жил и творил великий английский историк церкви. Звали его Филипп Шаф. Написал он многотомную историю церкви. В XX веке Кеннеф Скотт Лоттеретт написал многотомную историю церкви. Почти каждый год выходит большая книга по истории церкви. Ну, уж почти каждые 10 лет точно. Но есть только одна богодухновенная книга по истории церкви. И есть только одна книга по истории церкви, которую написал, вдохновил сам Бог. Третья ипостась Божества. Бог Дух Святой. Это пятая книга Нового Завета. Деяния апостолов. Иногда говорят, что эту книгу стоило бы назвать «Деяния Святого Духа». Потому что перед нами рассказ о том, что продолжал делать Бог, что продолжал делать Христос через Духа Святого, после того, как тела Христа на земле уже не было, после того, как Христос вознесся к Отцу. В первой главе «Деяния апостолов». В нашем сегодняшнем разборе, в нашей сегодняшней беседе, я хотел бы рассказать вам о пяти главных темах книги «Деяния апостолов». Пять моментов, которые мы узнаем в «Деянии апостолов». И, между прочим, мы поговорим также о Луке, об авторе «Деяния апостолов». Первое, что нам необходимо понять «Деяния апостолов» — это запись истории. Чарльз Колсон, известный американский христианский деятель, написал такие слова. Христианская вера основана не только на великом учении или великой философии, не только на харизме лидера, не только на успехе нравственных ценностей, не только на навыках и красноречиях самих христиан. Христианство основано прежде всего и более всего на исторической истине. Когда вы читаете миф, когда вы читаете басню, когда вы читаете сказку, сказка обычно начинается так. В некотором царстве, в некотором государстве, давным-давно, Евангелие от Луки, 2 глава, говорит по-другому. Это происходило, когда Август был кесарем или императором в Риме, когда Квериний был правителем Сирии. Не давным-давно, а в совершенно конкретный год. Не в 39-м царстве, в 30-м государстве, а в совершенно конкретном месте, которое называется Вифлеем, за 7 километров к югу от другого места, другого города, который называется Иерусалим, к югу, в востоку от Рима. Это конкретные события, которые произошли в конкретное время. Так что одна из главных тем Деяния апостолов заключается в том, что эта книга доносит до нас описание истории, историческое повествование. Есть ученые, которые изучили Деяния апостолов и пришли к тому, что книга «Деяния апостолов» необычайно исторична. В Тюбингенском университете в Германии в начале XIX века работали ученые, которые сделали вывод о том, что нет, эта книга недостоверна. В ответ начал исследование профессор Сэр Уильям Рамзи. Уильям Рамзи отправился в путешествие по библейским странам, по библейским землям. Его интересовала география, его интересовали произведения культуры, его интересовали надписи, сохранившиеся от того времени. В 1939 году Уильям Рамзи скончался. В конце своей жизни он написал книгу, которая называется «Павел. Проповедник и путешественник». он пришел к выводу о том, что ни один исторический рассказ Древнего мира, ни одно историческое повествование в Древнем мире не может соперничать по достоверности с повествованием, записанным евангелистом Лукой. А следовательно, «Деяние апостолов» — это по-настоящему научное, историческое произведение, точно так же, как это и духовное произведение, произведение благочестивого автора. Деяния апостолов посвящены процессу научения всех народов о том, как ученики учили все народы, доносили до них истину о том, что есть лишь один Бог, сотворивший небо и землю, а Иисус из Назарета — Сын Его. Мы видим этот феномен, когда ученики становятся апостолами. Какая разница между учеником и апостолом? Иисус говорит в Евангелии от Марка 3 глава 14... Нет, говорится в Евангелии от Марка 3 глава 14 стих, что Иисус поставил 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь. Ученичество предполагает, что мы приходим ко Христу, чтобы учиться. Апостольство же предполагает, что Христос посылает нас, направляет нас, чтобы учить ради Него. С чего начинает учитель? Учитель сначала должен научиться сам. Как же ты будешь учить, если сам не научился? Что же необходимо для апостола? Чтобы он, прежде всего, был учеником. Ученик. Тот, который учится, тот, который выучивает. Слово апостол в переводе с греческого обозначает посланный, направленный. Двенадцать учеников сначала пришли ко Христу, приблизились к Нему, чтобы учиться у Него, для того, чтобы потом идти в мир и учить других, и проповедовать другим ради Христа. Именно это и происходит на наших глазах. Именно этот переход и происходит на наших глазах в книге «Деяния апостолов». «Деяния апостолов» один-один. Первую книгу написал я тебе. Это первая книга, которую написал Лука с точки зрения историка, с исторической точки зрения. Это Евангелие от Луки. Это человек по имени Лука написал две книги. Во-первых, Евангелие от Луки, а во-вторых, «Деяния апостолов». Возможно, он единственный из язычников, ставший автором Нового Завета, соавтором Нового Завета. У него было три профессии. Во-первых, он был врачом. Во-вторых, миссионером. На наших глазах в 16 главе «Деяния апостолов» он становится миссионером. Его третья профессия — писатель. Теперь давайте задумаемся о Луке. Лука считает, что Бог повелевает ему писать. Во-первых, записать историю Иисуса Христа. У него есть друг, зовут его Феофил. Некоторые ученые считают, что Феофил был новообращенным христианином. Я не ученый. Я думаю, что Феофил не был христианином. Однако был очень заинтересован христианством. О Феофиле мы практически ничего не знаем. И первую часть его повествования «Евангелие от Луки», вторую часть повествования «Деяния апостолов» Лука написал для того, чтобы привести одного человека к вере в Иисуса из Назарета. Лука думает, почему бы мне не написать рассказ о жизни Иисуса Христа? Но давайте задумаемся над этим. Во-первых, такие повествования уже написаны. Во-вторых, написано к этому моменту уже два таких повествования. Написали уже и Матфей, и Марк. В-третьих, написано уже два совершенных повествования. В-четвертых, уже написано два совершенных повествования из уст авторов, которые в совершенстве знали Иисуса. Но тогда вопрос, зачем же Луке еще что-то писать? Да для того, чтобы помочь одному человеку. Для того, чтобы помочь одному человеку по имени Феофил. Человеку, имя которого мы видим в первом же стихе Деяния Апостолов. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. А теперь зададимся вопросом, а что, если бы Лука подумал, ну вот, все уже написали, причем дважды написали, причем написали Матфей и Марк, причем написали совершенно, причем написали люди в совершенстве, знавшие лично Иисуса Христа до его распятия, а Лука-то ведь его не знал до его распятия, что если бы Лука все это подумал и не стал бы писать? Правда? Ну, что ему еще добавить? И все-таки писать он стал. Зачем? Чтобы помочь одному человеку, одному человеку по имени Феофил. Если бы Лука позволил разочарованию войти в свое сердце, если бы Лука сказал, зачем мне писать, не буду я писать, это написано уже дважды, это написано о совершенстве, это написано людьми, которые лично хорошо знали Иисуса Христа, ходили вместе с ним, один из них ученик Иисуса Христа, другой Иоанн Марк, который встречал Иисуса Христа еще в детстве. А мне-то что добавить? Если бы Лука так рассуждал, смотрите, чего бы мы с вами не знали. Мы бы практически ничего не знали о рождении Иисуса Христа. Мы бы ничего не знали о пастухах. Ничего не знали бы мы о яслях. Мы не знали бы пять словословий Рождества, словословия Марии, величая душа Моя Господа. Мы бы не знали словословия Захарии, отца Иоанна Крестителя, благословен, блажен Господь, Бенедиктус на латыни. Мы бы не знали нет, не пять, все-таки четыре, четыре словословия Рождества. Мы бы не знали ангельскую песнь, когда ангелы пели над Пифлеемом «Слава вышних Богу». мы бы не знали песнь Симеона и Анны, когда они встретили Иисуса, младенца Иисуса, ныне отпущаеши раба своего. Мы бы ничего не знали о детстве Иисуса Христа. Мы бы не знали о том, что происходило, когда Иисус был маленьким мальчиком. Один немецкий ученый 19 века говорит, что детство Господа нашего Иисуса Христа подобно великолепному саду с ароматными цветами, благоухающими цветами, цветами, обнесенного высокой стеной. за стеной ничего не видно, но один цветочный букет нам перебросили через стену, чтобы хотя одним цветочным букетом из детства Иисуса Христа мы могли наслаждаться. Кто же перебросил этот букет? Лука. Евангелист Лука. Тот самый, который рассказывает нам о том, что произошло в Иерусалимском храме, когда Иисусу было 12 лет. Только Лука рассказывает нам об этом. Никто, кроме Луки, если бы он, Лука, не позаботился о покаянии одного человека по имени Феофил, мы бы не знали, что такое добрый самарянин. Потому что никто, кроме Луки, нам о добром самарянине ничего не рассказывает. Мы бы не знали, кто такой блудный сын. Потому что никто, кроме Луки, нам о блудном сыне не рассказывает. Мы с вами ничего не знали бы о вознесении Господа нашего Иисуса Христа. Потому что, кроме Луки, никто нам об этом не рассказывает. Почему? Да потому что он хотел помочь одному человеку. Все благо, которое происходит из приверженности своей задачи, желания помочь одному человеку, вам совершенно не нужна большая церковь. Не надо вам крупного служения, не надо вам многочисленного библейского кружка, библейской группы, не надо вам множества последователей. Найдите одного человека, который знает меньше вас, и научите его об Иисусе Христе. Вот это и есть ученичество. И вы даже помыслить не можете о том, какое благословение произойдет через вашу верность, из вашей верности и вашей посвященности. Лука и подумать не мог, что произойдет в результате его приверженности обещанию данному Феофилу. А теперь Лука пишет вторую книгу. Но вот вопрос, кто написал больше всего в Новом Завете? Большинство христиан скажут Павел, конечно, и ошибутся. Нет, не Павел. Павел написал больше всего книг в Новом Завете. Если считать по книгам, 13 книг. Или 14, если считать послание к евреям. Я не считаю послание к евреям, так что, потому что не считаю его книгой апостола Павла, там не написано, что Павел написал послание к евреям. То есть в самом послании этого не написано. Но Но если брать объем текста, то по объему текста в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов получается больше текста, чем в 13 посланиях апостола Павла. Получается, что больше всего Нового Завета написал не Павел, а Лука. Это означает, что большая часть Нового Завета доступна нам потому, что один человек решил помочь другому человеку, который к тому времени даже и христианином-то еще, наверное, не был, но хотел узнать больше, человеку по имени Феофил. Имя Феофил в переводе с греческого языка означает «любящий Бога» или «возлюбленный Богом». Независимо от того, любил Феофил Бога или нет, Бог уж точно любил Феофила, потому что послал в его жизнь этого замечательного друга, врача, ставшего миссионером, ставшего писателем, врача по имени Лука. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о том, что делал и учил Иисус. Третье. Мы видим, насколько важно учение. Мы видим, что учит Дух Святой. Второй стих. «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». В самом начале Деяния апостолов мы видим начало свидетельства о Троице и свидетельства Троицы. Мы видим, как все три апостаси Троицы учат Церковь. Смотрите. Первый стих. «О том, что начал учить, о том, что делал Иисус». Во втором стихе. «Дух Святой дал указание». И четвертый стих. «То, что обещал Отец». Значит, упоминается Отец в четвертом стихе, Иисус в первом стихе, и Дух Святой во втором стихе. Перед нами великое свидетельство Троицы. Великое учение о Троице, прослеживаемое в учении книги Деяния апостолов. Четвертый. Деяние апостолов свидетельствует о важности апологетики. Что такое апологетика? Апологетика — это рассуждение. Это доказательства. Это аргументы, подтверждающие истинность христианской веры. Однако доказательства не в том смысле, в каком мы понимаем доказательства в математике или эвклидовой геометрии. Доказательства или аргументы в пользу христианской веры не похожи на математические доказательства. Скорее, они похожи на доказательства в суде. Я не знаю, как устроена российская судебная система. Я не знаю, как в суде доказывается виновность или невиновность человека. Однако в западной судебной системе мы опираемся на достаточность свидетельства. Если свидетельства указывают нам, что человек совершил преступление, и нет основания сомневаться, то мы называем этого человека виновным. Если есть основания сомневаться, тогда человек признается невиновным. Новый Завет дает нам достаточные аргументы, достаточные свидетельства, на основании которых можно сказать, можно смело утверждать, что Иисус из Назарета и есть тот, кем себя называл. Есть доказательства, в которых не может усомниться ни один разумный человек. Именно эти доказательства мы видим в книге «Деяния апостолов». Поэтому «Деяние апостолов» — это апологетическая книга. В 1-м послании Петра, 3-й глава, 15-й стих, говорится «Господа Бога, светите в сердцах своих. Будьте всегда готовы дать ответ в уповании, которое в вас». 1-е послание Петра, 3-й глава, 15-й стих. Именно это и делает Лука. Он предлагает доказательства, Он предлагает аргументы. Все проповеди, все речи в «Деяниях апостолов», а их немало, направлены и к неверующим людям. Все, кроме двух исключений, за двумя исключениями, 15-й и 20-й главы. В 15-й главе Иерусалимский совет. 20-я глава — наставление старейшин пресвитеров Эфесской церкви. Все остальные речи, все остальные проповеди обращены, по крайней мере, частично, и к неверующим людям. Есть еще одна важнейшая тема в «Деяниях апостолов». Тема эта заключается вот в чем. Все это от Бога. Бог совершал великие дела через Иисуса из Назарета, и об этом мы говорили в связи с Евангелиями. Бог продолжает совершать великие дела через апостолов и через Его Церковь в «Деяниях апостолов», после того, как Иисус вознесся Десной Отца в силе. Но дело-то в том, что апостолы по собственной силе, с собственными силами, это сделать не могут. И Церковь с собственными силами ни на что не способна. Валийский автор, валийский музыкант и поэт Уильям Уильямс написал гимн, в котором есть такая строка. «Все напрасно, все зря, если не придет, если не сойдет Дух Святой». Вот и читаем мы в «Деяниях апостолов» о том, что произошло, когда сошел Дух Святой для того, чтобы облечь Церковь Божию в силу, чтобы та совершала, исполняла заповедь Иисуса Христа. Книгу «Деяния апостолов» можно описать несколькими фразами. «Иисус вознесся, Дух Святой сошел, Церковь Божия стала распространяться». «Иисус вознесся вверх» — первая глава, «Дух Святой сошел вниз» — вторая глава, и Церковь стала распространяться вширь. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Первая глава «Деяния апостолов» Лука напоминает Феофилу о том, зачем он пишет и что он собирается делать. Он напоминает о том, как Иисус по воскрешении из мертвых предстал апостолам своим с многими убедительными свидетельствами. Опять-таки, апостолами. Иисус даже с апостолами занимался апостолами. Иисус объяснял, доказывал апостолам, что он действительно и есть тот, за кого себя выдает, что он действительно Бог, что он действительно Мессия. Апостолы не совсем хотели, не всегда хотели ему верить. Фома, например, никак не хотел верить. Он говорит, «Я не поверю, пока сам не вложу персты, не вложу руки в раны Христа». В третьем стихе мы читаем, «Который явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. Иисус ходил еще по этой земле после Своего воскресения. Встречался Он при этом только с верующими людьми в Своем служении по воскресении. И, собрав их вместе, повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Деяния 1.4. 1.5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Он говорит о сошествии Духа Святого, которое произойдет в день Пятидесятницы, «Через десять дней после вознесения Христа». Шестой стих. «Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Что такое царство? Что должно быть, чтобы было царство? Во-первых, нужен царь. Нужен закон от царя или повеление от царя. Нужны подданные, последователи, те, кто будет повиноваться царю. Мы увидим царство Божие, когда люди будут исполнять в послушании, исполнять заповеди и повеления царя. И апостол задают вопрос, «Может быть, сейчас мы увидим исполнение этого на земле?» Этот вопрос подводит нас к величайшему противоречию, к величайшему спору в истории Церкви, к величайшему спору в истории интерпретации, толкования Библии. Вопрос вот в чем? Что означает вопрос учеников? О чем же они хотят узнать? О чем они на самом деле спрашивают? И что означает ответ Иисуса Христа? И к этому вопросу мы с вами перейдем завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok